В 2017-м Алроса добыла почти 40 миллионов карат алмазов. Это на 6% больше уровня 2016 года. Но потеря вышедшего из строя подземного рудника Мир не пройдет для Алроса бесследно. План по добыче сократили уже в 2018-м. Нелегко приходится всем площадкам алмазного гиганта. Сложнее всего Интеру. Там из-за случаев выброса газа приостановили проходческие работы на нижних горизонтах рудника. Действительно, рудник интернациональный столкнулся с газодинамическими проявлениями. Что это такое? Это слабо изученная природа. И вообще в России, вот к нам специалисты приезжают, они говорят, что рудник интернациональный, уникальный. То есть у нас на территории России нет подобных явлений. Есть подобные, но получается, что есть руда, есть вмещающие породы. Вот что касается поруде, у нас никаких вопросов нет. И мы не остановили никаких работ. То есть мы также ведем добычу и на глубоких горизонтах в том числе. Что касается вмещающей породы, когда мы пробиваемся, чтобы потом развивать нижние горизонты, вот эти выработки, две выработки, это спиральный и наклонный съезд, вот их мы пока временно приостановили. Продолжать проходку в таких условиях невозможно. Для решения проблемы подключили науку. Специалисты Якутни-Проалмаза совместно с российскими учеными изучили вопрос и дали свои рекомендации, как сделать процесс добычи безопасным. Ученые светилы в этих областях приехали, немножко позанимались изучением и дали нам направление, как дальше работать. Кроме того, вышел уже приказ по компании, и мы на оруднике интернациональном создаем службу по газодинамическим явлениям. Приглашаем специалиста, который более 15 лет занимался только газодинамическими явлениями. Я думаю, он нам наладит здесь вот эту службу. На руднике создают новую службу. Ее специалисты будут наблюдать и работать с природой газодинамических явлений Интера. Газ сжатый. Мы еще и не понимаем его структуру или природу, как он в каком состоянии находится, в твердом или все-таки в жидком, в газообразном. Точно еще мы сказать не можем. Но понимаем, что он под высоким давлением, и когда проходится проходка при буро-взрывных работ, у нас происходит обратный выброс, и он небезопасен. Поэтому мы временно пока приостановили работу. Но несмотря на все сложности, работы на предприятии продолжаются. И за планированные 500 тысяч тонки берлитовой руды шахтеры обязуются выдать срок. На Интере никогда работа не прекращалась и не останавливалась. Два забоя у нас приостановлены до особого распоряжения, потому что мы встретили, наткнулись на газодинамические явления, и необходимо сейчас проектное решение для того, чтобы продолжать эту работу. На сегодняшний день мы активно работаем. У нас три комплекса работают в 10-м блоке, и один на резервных работах в 11-м блоке. То есть четыре комплекса работают. В подготовке 11-й блок, и, как я сказал, в подготовке 2-й блок. На руднике усовершенствовали систему учета персонала и транспорта с помощью электронных меток. В автоматическом режиме происходит отслеживание всех, находящихся в выработках. У каждого работника есть закрепленный индивидуальный пропуск с фотографией. При посещении подземной горной выработки он прикладывает свой пропуск. Вот видите, высвечивается фотография, выдается лампа, присвоен за каждым работникам индивидуальный номер головного светильника и лампы. Для регистрации в данной системе в лампу головного светильника монтирована метка СУБР, которая отвечает за позиционирование, за находение в системе мониторинга и отслеживание каждого работника, рудника интернациональной, в подземных горных выработках. Алмазы Интера уникальны по своим ювелирным качествам и особенно ценятся на мировом рынке. Чтобы их добывать, на руднике строят новые объекты подземной инфраструктуры. В марте 2018 на Интере запустили слепой скиповой ствол. Изначально проект рудника предусматривал два ствола – клецевой и скиповой. В третьем квартале 2016-м ввели третий вспомогательный вентиляционный. Сейчас на руднике их четыре. Теперь на Интере алмазоносную руду добывают каскадным методом. Для этого на отметке минус 560 метров построили слепой скиповой ствол. По нему руду доставляют с низ лежащих горизонтов на действующий подъемник, а оттуда – на гора. Строительство слепого скипового ствола началось в 2013-м. Этот уникальный проект – первый вал Роса. Слепой, потому что не выходит на поверхность. На настоящий момент строится ствол, скиповой скиповый ствол глубиной порядка 300 метров. То есть горная масса будет выдаваться с нижней лежащих горизонтов, на концентрационный горизонт отметки минус 560, далее транспортироваться к месту выдачи скипового ствола и на поверхность. То есть каскадная система. Мы будем вводить, будем пробовать. Одна из первых. Мы ее будем вводить у нас на руднике для того, чтобы увеличить операционную эффективность. На рудниках Алроса подобные слепые стволы еще не строили. Глубина шахт не позволяла. На Интере есть где развернуться. Этот ствол не похож на остальные. Небольшой по высоте и мощности он требует специальной оснастки и оборудования. Получается, вот это уже четвертый ствол, на котором я работаю. Именно здесь, именно в компании Алроса. Мы занимались креплением ствола в основном бетон и тюбинге. Тюбинговая крепь. Здесь же тюбинговая крепь. За счет того, что ствол небольшого диаметра, приходится делать крепление именно непосредственно от креплебетона. Специально для слепого скипового ствола смонтировали и новую машину. Компактная, мобильная, вместимостью до 5 тонн. Мощность двигателя 670 киловатт. Производство машины, значит, комплекс фирмы Симага. Электрооборудование представлено компанией General Electrics. Слепой скиповой ствол заменил подземные самосвалы для доставки руды с глубоких горизонтов. Каскадный метод быстрее и дешевле. Запуск в эксплуатацию, сдача в эксплуатацию комплекса слепого скипового ствола произошла у нас в этом году, 22 марта. Закончились комплексные испытания ствола. Естественно, до этого пусконаладочные работы. С 22 марта комплекс слепого скипового ствола введен в работу и стабильно работает. Доставляя горную массу с отметки минус 810 на отметку 560 метров. То есть, ну и эффективность, хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент мы возвратили один шахтный автосамосвал шахтостроителям. И сейчас рассматривается вопрос о передаче еще одного шахтного автосамосвала на рудник Айхал. При этом весь цикл загрузки скипа остается неизменным. До начала загрузки руды в скип, значит, происходит ее отбойка, транспортировка в вертикальной выработке рудоспуски. Далее с рудоспусков она поступает на магистральный конвейер на отметке минус 790 метров. С конвейера поступает накопительный бункер. С бункера уже поступает на комплекс загрузки скипа на отметку 810 метров. И уже с конвейера комплекс загрузки скипа в дозатор. Дозирующим устройством определяется определенная масса для подачи в сам скип. Загружается, поднимается наверх и разгружается в бункере на отметке 560 метров. далее уже электровозным транспортом до основного скипового ствола изменения на руднике не приведут к увеличению производительности горняки отмечает у модернизации другая цель продлить срок эксплуатации интера чтобы добыть в легендарной трубке еще больше уникальных кристаллов высшего качества